К Навальному применили неизвестное химическое вещество, врач-оппозиционера. Васильева просит провести судебно-медицинскую экспертизу. У российского оппозиционера Алексея Навального проблемы со зрением могут быть связаны не из-за аллергии, а из-за применения неизвестных химических веществ. Как сообщила врач Анастасия Васильева, в Facebook политик принимал во время отбывания наказания в СИЗО такую же пищу, что и другие заключенные. У него также не было контактов с новой парфюмерией и средствами личной гигиены. Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с трудом удалось спасти. Кератоконъюнктивит, который развивается, никто не лечит. Офтальмологом пациент не осмотрен, отметила Васильева. Она не исключает токсического повреждения кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего третьего лица. Далее Навального могут госпитализировать, главным врачом которой является единоросос и будет контролировать каждый шаг пациента. При этом в политику не пускают ни к коллег, ни к пациенту. Видимо, чтобы никто не узнал и не догадался о причине заболевания Алексея Навального. Чтобы проверить эти факты мы настоятельно рекомендуем правоохранительным органам взять на химическую экспертизу постельное белье Навального. А врачам необходимо было бы сразу взять соскобы из кожи и следовать так же волос, написала Васильева. Врач настаивает на проведении судебно-медицинской экспертизы и так же быстро организовать наблюдение офтальмолога. Мы опасаемся за отсроченные эффекты повреждения и хотим разобраться, чем обусловлены такие массивные повреждения кожных покровов и слизистых, констатировала Анастасия Васильева. Алексей Навальный был задержан 24 июля, когда вышел на утреннюю пробежку в день рождения жены. Он был задержан за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения несогласованного митинга или шествия. С какой именно акцией это связано, неизвестно. 28 июля стало известно о его госпитализации. Субтитры подогнал «Симон»